Если вас интересует любимая диета, значит вы находитесь в активном поиске. Вы понимаете, что тут уровень здоровья. Тот вес, который вы имеете, они вас полностью не устраивают. И вам хочется эту ситуацию изменить. Очень хорошо, если вы не использовали в своей жизни для снижения веса ни сухое голодание, ни лечебное голодание, ни ограничительные диеты, ни сыроедение, ни жесткое вегетарианство, веганство. Не пытались снизить вес непомерными нагрузками в тренажерном зале, частыми заходами в баню, в сауну. Эти все методы хороши, но они имеют свои как плюсы, так и минусы. Вам чаще всего рассказывают только про плюсы. А минусы, как бы они замалчиваются. Ну, как бы, вот это редко бывает. Это индивидуальная непереносимость такая вот, вот этой ситуации. Вы знаете, у меня на канале есть несколько видео, которые описывают вот частые такие ситуации. Для того, чтобы вы могли легко составить объективное мнение о них, можете просто подписаться одним кликом. Видите кнопку подписаться, нажали, и вы подписчик моего канала. И эти видео вы можете просмотреть. Как и другие видео, по поводу тех заболеваний, которые вы, ну, или волшебным образом, с помощью таких вот экстремальных достаточно методов приобрели. Либо, если, ну, вы считаете, что просто болезни вот сами по себе появились в вашем организме. А вы, как бы, к этому рук не прикладывали. Хотя ничего из ничего не возникает. Знаете, есть причина, есть следствие. Болезнь это следствие нарушения законов природы, которые вы не знаете. Потому что, когда вы пытаетесь вот такими частичными методами что-то изменить в своем организме, вы автоматически попадаете на проблему. Потому что есть понятие здорового образа жизни. Но это не статика. Это динамика. Причем подобранная под вас. Под ваш, не просто под вашу фамилию. Или имя. А под ваш пол. Под ваш возраст. Под ваш образ жизни. Под условия вашей трудовой деятельности. Под ваши диетические привычки. И под те условия окружающей среды переменные, которые все это меняют. И одни и те же средства, которые дают вам здоровье летом, зимой будут вредить. Вы понимаете эту ситуацию? То есть, это все должно быть динамически меняющаяся система. Когда вы меняете все и начинаете с системы питания. Она должна быть мобильной. И постоянно меняющейся. Так же, как погода. Климат даун более-менее стабильный. Когда погода переменчива. Поэтому появляется метеозависимость, метеочувствительность. Вы это знаете? Чаще всего нет. Вы знаете, что делать? Чаще всего нет. Чаще всего наугад да. Ну, на Украине относительно недавно было около 50 миллионов диетологов. Сейчас их чуть больше 40. Кто-то уехал, а кто-то уже и не работает диетологом. Потому что уровень здоровья закончился. Вопрос. Оно вам надо? Я так думаю, что все-таки любимая диета она должна быть другой. В интернете прописано, да. 7-12 дневная. Вопрос. Вам на сколько вес нужно снизить? На 7? На 12 дней? Или вы хотите подольше оставаться? В другом весе, не в том, который вы сегодня имеете, потому что он вас не устраивает. Потому что любимая диета, это диета фактически низкокалорийная. Что дают все низкокалорийные диеты более 3-х суток применения? Торможение, обмен веществ. Автоматически легкая депрессия. Даже вроде как вы питаетесь хорошо. А депрессия будет. Потому что мозг на таком ограничительном питании тоже будет ограниченно работать. Он тоже будет тормозить вам обмен веществ. Добейтесь от машины высокой работоспособности на диетическом топливе. Увы, и работа будет диетической. Как только вы в диете снижаете жиры, да, ограничиваются жиры. Вроде как, отлично, свои будут гореть. Вопрос в другом, когда свои сгорят, и вот эти продукты горения попадут в кровь, а дальше их должна вывести печень. А она просто так не работает. Ей нужно создать определенные условия. Я это знаю. Я все время написал такую книгу. Что делать, если у вас есть печень? Которая описала условия нормальной работы печени. Если вы их соблюдаете прекрасно, а если не соблюдаете, возникают проблемы. Если печень на такой диете, а на любимой диете печень работает, то чем плохо. Окисленные жиры будут стоять в кровеносом русле. А чем это заканчивается, вы знаете. Атерослероз. Если окисленные жиры все-таки пройдут в печень, жировой гепатоз или стеатогепатит. То есть после такой диеты у вас мало того, что метаболический мост печени забит жирами и не работает полноценным, он вам не обеспечит полноценное питание. Так как это было до диеты. Плюс вы получаете бесплатный бонус в виде риска заболеть сахарным диабетом. Потому что не управляя сахаром. В принципе, сахар будет стоять в крови. И будет сахарный диабет второго типа. Как только вы ограничиваете соль, да, фрукты соль не содержат. И солить фрукты как-то нелогично. Так же, как и солить кефир. У вас риска ограничивается количество соли. Да, вы теряете воду, потому что соль, астматически активное вещество в крови, держит великолепно там воду. Только вы соль убрали, вода пошла из вашего организма. Вы теряете вес? Великолепно. Смотрите на стрелки весов? Прекрасно. Вопрос. Вы же должны понимать, что биологический возраст человека определяется количеством жидкости, которая держит его белковую систему. Нет соли. Вода не держится. Вода теряется. Да, хорошо, если у вас были отеки. Вы сбросите отеки. Вот такая диета великолепна человеку с сердечной недостаточностью и с отеками. Но держать он уже не 7, не 12 дней, а до тех пор, пока отеки практически не исчезнут. Только вы довели отеки до нуля, нет отеков. Риск тромбоза, тромбоэмболии резко возрастает. Как и острые сердечные недостаточники. И автоматически повышается еще и давление. То есть возможности разные. Вот организм может реагировать любой системой. Беда в том, что все из них не самые простые. А что вы будете делать после этой диеты? Опять перейдете на обычное питание. Добавили соль, соль держит воду. Вода великолепно вернулась в ваш организм. Добавили жиры, а печень уже не работает. Печень уже не та. Жировой гепатоз продолжает развиваться. Атерослероз и сахарный диабет уже тут как тут. А добавили белки. Диета-то безбелковая почти. Там белков очень мало. А белки вам нужны. Белковый обмен грамм на килограмм веса в сутки. 60 килограмм, 60 грамм белка. 100 килограмм, 100 грамм белка. Это условия обмена веществ. И куда мы от этого не денемся? Резко убрали белки. Обмен веществ. Опять-таки нарушается. Поэтому любимая диета это хорошо. Но у меня к вам уникальное предложение. Я готов составить для вас не просто любимую диету, а самую любимую. Причем вашу самую любимую диету. Которая будет адаптирована под те показатели, которые я рассказал. Под пол, под возраст, под сезон года, под те болезни, которые вы имеете. Под тот образ жизни, который у вас есть. Условия трудовой деятельности. И самое главное, почему она будет самая любимая и ваша самая любимая диета. Я постараюсь максимально учесть ваши диетические особенности. Мне нужно будет знать только три группы продуктов. Ваши любимые продукты, которые вы готовы употреблять в любых количествах. Правда, если туда попадет шоколад с майонезом и, скажем, конфеты и хлеб, знаете, вот тут эти любимые продукты будут немножко ограничены, потому что, увы, это чемпионы по набору веса. Мне также нужны будут ваши нелюбимые продукты, которые вы категорически не любите. Вот я их постараюсь не использовать. Вернее, не постараюсь, я их не буду использовать в диете. Ну, соответственно, остальные продукты попадают в разряд нейтральный. То есть, которые вы, в принципе, готовы использовать, ну, скажем так, при разумном сочетании столько, сколько нужно. Я готов составить вам вашу самую любимую диету, которая будет выполнять несколько функций. Помогать вам снижать вес, повышать уровень здоровья и хорошо себя чувствовать. Ну, контакты вы видите, по ним вы можете легко обратиться, кто-то вас уже опередил. Вот, ну, я думаю, что вы будете следующим. Тут вопросов нет, проблем нет. Пишите, звоните.